Докторская колбаса В регионе находится в бесхозном состоянии, крайне не получает с них налоги, поэтому необходимо продумать законодательную базу и метод привлечения этих ресурсов в экономику края, считает Алексеев. На станции Зилова Чернышевского района грузовой поезд избил школьницу, машинист подавал звуковые сигналы, применял экстренное торможение, но избежать наезда на девушку ему не удалось. Потерпевший доставлен в центральную районную больницу Чернышевска с черепно-мозговой травмой. Минздрав России одобрил Забайкальский проект по объединению центральных районных больниц и межрайонных медицинских учреждений. Это произошло после встречи с министром здравоохранения края с федеральным руководством в Москве. Минстроем подготовлен законопроект о перечислении гражданами оплаты коммуналки напрямую поставщикам. Власти ожидают, что исключение управляющих компаний из этой цепочки позволит бороться с их долгами перед ресурсоснабжающими организациями. При собираемости платежей с населения на уровне 95% долги управляющих компаний сейчас достигли 250 миллиардов рублей. Забайкальский край впервые за 50 лет своего существования получил свой опознавательный знак. На трассе Чита-Забайкальск установили стелу, обозначающую начало территории района. Знак высотой 7,5 метра выполнен из композитных панелей с подвеской, которая будет обеспечивать солнечная батарея.